Они заботятся о чистоте кожи и лечат самые деликатные заболевания. Специалисты Ульяновского кожвен-диспансера этой весной отмечают столетие со дня основания медучреждения. За эти годы технологии и методы лечения росли и трансформировались. За время становления диспансера десятки неравнодушных врачей отдавали все свои знания и научный потенциал. Фамилии этих докторов внесены в золотой фонд работников учреждения. В этом году главный врач настроен на перемены. Скоро медицинскую помощь дерматовенеролога можно будет получить в любое время суток. На 2024 год, что у нас планировано, мы хотим на 2024 году внедрить такое новшество для нас, чтобы у нас дежурный врач был круглосуточным в нашем сационаре. То, чего у нас не было до этого. Торжественную церемонию в честь юбилея диспансера провели во Дворце творчества детей и молодежи. На сцене наградили лучших сотрудников учреждения, среди которых представитель врачебной династии Захар Коган. Сейчас он работает заместителем главного врача. Дерматовенерологом я стал в 2010 году, когда я закончил в Пензе ординатуру по дерматовенерологии. Я продолжил семейную традицию, потому что отец у меня был дерматовенерологом. И в дальнейшем, по семейным обстоятельствам, в 2013 году я переехал в Ульяновск работать. Заболевания, передающиеся половым путем, встречаются все чаще. Академик Российской Академии Наук Алексей Кубанов призывает людей своевременно обращаться за медицинской помощью. ИППП, инфекция передаваемая половым путем, к сожалению, наметился рост последние несколько лет. Так, дерматозы. И если большая часть наших больных это амбулаторные, но где-то около 1-2% это тяжелые дерматозы, которые требуют госпитализации. Напомним, областной кожный нейрологический диспансер состоит из четырех ключевых подразделений. Это поликлиническое отделение, лаборатория, стационар и косметология. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.